Добрый день! Меня зовут Наташа Крикунова. Я хочу сразу сказать, что я, как и все мои коллеги, мы практики, мы не теоретики. В свое время благотворительный фонд «Подбери друга» зародился не на пустом месте. Мы приезжали в приюты, мы помогали по мере возможности и в определенный момент осознали, что такая точечная работа хоть и приносит определенную пользу, но мы можем больше. В процессе подготовки этой презентации я вспоминала историю нашего подопечного. Он на первом слайде. Это пес по имени Мадрид. Это, скажем так, не самая простая история в нашей практике. Это щенок, которого мы нашли на промзоне, и у него уже тогда была нервная форма чумы. И мы понимали, что пристраивать такое животное, искать ему дом будет крайне сложно. Но если применять все то, о чем я буду говорить дальше в презентации на практике, поверьте мне, процент того, что ваше животное найдет дом, будет большой. Я за то, чтобы любая помощь была умной. В своей практике мы всегда опираемся на знания и умения и европейских специалистов, и российских специалистов. И, слава богу, сейчас у нас у всех есть возможность учиться, узнавать больше. Ибо в тот период, когда я только-только начинала заниматься помощью животным, вакуум был фактически. Информации было крайне мало. Сейчас она есть. Я сразу скажу, что если кому-то будет интересно получить список литературы, на который можно опираться в дальнейшем в социализации, адаптации животных, можно будет обратиться ко мне, я вам его пришлю. Книг много, книги разного уровня сложности. Но для того, чтобы применять на практике определенные какие-то действия, их будет достаточно. Итак, как уже было ранее сказано, перед тем, как готовить презентацию, мы поехали в приюты. И, наверное, скажем так, я себя впервые почувствовала немножечко, знаете, как с другой стороны. Обычно я была принимающей. Ко мне приезжали в приют люди, я встречала людей, я рассказывала им о том, что происходит здесь и сейчас. В этот раз все было по-другому. Нас встречали, нам что-то рассказывали. И я себя ощущала, конечно, немножечко странно. Странно по какой причине? Я видела для себя очень много тонких, сложных моментов, с которыми встречаются люди, приехавшие в приют впервые. Для того, чтобы понять, что происходит с собакой, которая попала в приют с отлова или ее просто вы курируете, важно понимать некоторые процессы, которые протекают с собакой, которая сейчас живет в ограниченном пространстве по сути. Очень много вопросов возникает у людей, которые приезжают в приюты и тут же им дают собачку пойти погулять. Ты не понимаешь, как правильно себя вести. Ты не понимаешь, что происходит сейчас с собакой. Почему она реагирует так или иначе на те или иные действия. И я бы хотела сделать акцент. Если есть возможность, пожалуйста, для того, чтобы оттестировать собаку, понять, в каком она состоянии здесь и сейчас, понять, что с ней происходит, приглашайте на консультацию кинологов. Сразу оговорюсь, если вам нужна будет помощь какая-то по консультации специалистов, обращайтесь к нам, мы обязательно поможем, обязательно найдем время, приедем к вашей собаке, вместе на нее посмотрим и дадим вам какие-то первичные рекомендации по адаптации, социализации животного. Вам будет легче с ней продолжать работать. А если вы ее выведете из состояния такой сомнамбулы, вам будет просто проще, понятней и эффективнее ее пристраивать. Сейчас начнутся практические советы. Сразу скажу, что если это применять на практике, вам правда будет легче. И животному будет легче коммуницировать с вами, и вам будет совершенно, скажем так, понятней, что происходит с собакой. Итак, первое, что по-хорошему нужно сделать, если вы курируете собаку в приюте или у вас просто на передержке живет ваш подопечный. Стабильность. Для собаки очень важно. Понимать, что с ней происходит здесь и сейчас. График. Режим прогулок, питание. Амуниция. Амуниция должна быть удобной, комфортной. Если вы собаку приучите к тому, что она ходит у вас в шлейке, она знает, что это такое, будущему хозяину уже будет проще с ней начинать общаться, и вы решите реально ряд вопросов, и на выходе собаке будет комфортнее. Поводок. В приюте очень часто вижу, гуляют на достаточно таком коротком поводочке и гуляют по кругу. Понятно, что это делается для того, чтобы обезопасить тех, кто выгуливает животное. Но тем не менее, если есть возможность, возьмите собаку, возьмите ее на длинный поводок. Почему? Потому что собака, живущая в приюте или на передержке, она ограничена в информационном поле. И если вы ей дадите возможность отойти на пару метров от вас в сторону, поверьте мне, вы улучшите качество ее жизни. И у собаки не будет той самой депривации, с которой можно столкнуться. И потом проблемы, которые мы наживем с вами уже в процессе проживания в приюте, будут решать намного, скажем, сложнее. Дайте собаке свободу. Если есть возможность в приюте, опять-таки повторюсь, если есть возможность в приюте собак приобщать к общению между собой, будет неплохо делать простые, примитивные даже, может быть, где-то упражнения при выгуле. Вот, опять-таки, наш Мадрид. Вот, мы с ним приезжали в приют гулять. Мы его постепенно знакомили с другими четвероногими друзьями. Сейчас у хозяйки, которая гуляет с Мадридом, нет проблем в коммуникации с собаками. Наверняка, если у вас есть курируемые собаки, вы знаете, что очень часто бывают вопросы, проблемы, собака не понимает, как себя вести с другой собакой. Вот, если на раннем этапе начать заниматься, этих проблем не будет. Литература, на которую я ссылаюсь, опять-таки, достаточно простая. Ее можно читать. Там очень подробно расписаны простые упражнения, которые помогут вам. Игрушки. Понимаю, что, скажем так, покупать дорогие какие-то штуки в магазинах не совсем, ну, возможно. Есть очень много лайфхаков, которые можно применять в жизни. И эти, ну, с одной стороны, примитивные штуки, но, тем не менее, очень простые в реализации, помогут нам в дальнейшем в развитии коммуникации собак. Не будет какой-то изоляции. И вот все вот эти вот интересные решения мы применяли в жизни. В приюте вот это вот рассматривается собакой, вот честно, как, не знаю, попадание в какую-то другую планету. Собака, которая не знает, что такое мяч, совершенно четко может включиться в игру при помощи вот таких простых решений. А игра — это начало коммуникации и социализации животного. Вопрос? Смотрите, на первой картинке берем элементарно полотенце либо тряпочку, заворачиваем корм. Предлагаем собаке развернуть тряпочку, найти корм. Просто, но эффективно. Собака какое-то время занимается, у нее начинает работать мозг. Ей намного легче на выходе переживать, ну, вот этот непростой этап пребывания в приюте. Картонные тубы. В них можно прятать корм. Не во все, а в какие-то отдельные штуки. Собаке нужно найти, где тот самый корм. Ну и коробочка, упаковка для яиц. Вот эту вот историю можно применять даже для кошек. То же самое. Прячем корм, собака находит корм, собака чувствует себя победителем. Мы решаем вопросы социализации, коммуникации и даем возможность ей думать головой. Конг и разные модификации тряпочек. Я знаю, что очень многие используют подобные штуки. В приюте, возможно, конги не всегда реализуемы, но вместо конгов можно использовать пластиковые бутылки. Берем пластиковую бутылку, прирезаем маленькие дырочки, туда засыпаем корм, предлагаем собаке решить вопрос, как из этой пластиковой бутылочки достать корм. Собака начинает пластиковую бутылочку катать, из нее высыпается корм. Волшебство. Что касается тряпочек. Здесь очень важный момент. Во-первых, все эти игры нужно реализовывать только в вашем присутствии. Нельзя взять тряпочку, туда завернуть корм, оставить собаку наедине с этой историей и уйти по своим делам. Поверьте мне, можно прийти и не найти тряпочки. Полный контроль. Что касается истории, когда мы можем различными маслами тряпочки пропитывать и давать животному в это играть. Здесь важный момент. Консультация у ветеринарного врача. У некоторых собак есть аллергические реакции на те или иные масла. Но все вот это разгружает животное и понижает гипервозбудимость. А собаки в приютах, как правило, гипервозбудимы. Наверняка многие из вас сталкивались с такой историей. Волшебство еще одно. Помогает фактически в 100%. Это правда волшебство? Все понимают, как это работает? Нет? Значит, нюхательный коврик. В нюхательный коврик можно прятать небольшое количество корма. У собаки взрывается мозг. Откуда же пахнет так вкусно? И она ищет. Находит, радуется. Ищет, находит, радуется. Опять-таки в приютах подобные штуки можно заменять простой банальной историей. Если вы берете собаку на выгул, найдите где-нибудь место, где есть трава, с собой небольшая горстка корма, высыпьте ее на траву, эту горсть корма. И дайте возможность собаке поискать, реализовать свои первичные потребности. Понятно, что всегда есть определенные риски и моменты. Но для того, чтобы собака перестала подбирать непонятно что у хозяев, здесь важно связать. Прогулка в семье, не подбор. А здесь мы решаем немножко другую проблему. Здесь проблема реализации истинного собачьего поведения. И, к сожалению, в самом приюте зачастую у собаки нет возможности жить нормальной собачьей жизнью. А включить мозг, включить нос, иметь возможность найти корм. Я поняла вас. В идеале, наверное, в идеальном мире, если собака живет в приюте в отдельном вольере, а не в стае, Да, но если это все-таки вольер, где несколько голов, к сожалению, подобную штуку реализовать будет крайне сложно, могут подраться. Могут подраться. Если вы настолько уверены в своих силах, если вы настолько уверены в том, что вы контролируете ситуацию на 100%, вы можете экспериментировать, смотреть. Но если опыта такого нет, я бы не рекомендовала такие вещи делать. Ну, не дай бог, произойдет беда, зачем это нужно, да? Это все решаемо, поверьте мне. То есть любой неподбор можно нивелировать связкой в позитив. Это все решаемо. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что делает собака? Белочка. Нет. 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 Ес. Очень близко, очень близко. Я эту историю называю, знаете, как сосисочное дерево. Берете собаку и идете гулять. Заранее в кору дерева спрячьте кусочки лакомства, кусочки сосисок. Дайте возможность собаке остановиться, опять-таки, да, зафиксироваться и немножко расслабиться через поиск, через реализацию своих истинных потребностей. Вот это совершенно точно легко можно реализовать в любом приюте. Не требует вообще ничего. Вот просто вообще ничего. Только сосиска, да. Если есть возможность на практике применять различные коврики с разной поверхностью, вы дадите возможность животному получать совершенно новые тактильные ощущения от жизни. Это тоже очень важно. Почему? Очень часто в приютах собаки что могут чувствовать? Это либо гравий, в лучшем случае, может быть асфальт и иногда трава, да. Иногда трава. А потом возникают проблемы. Если, например, не было контакта у щенка с травой, его отдают в семью, а он не понимает, что по траве можно ходить. Или, например, наоборот, да. Знал только песок, вывезли в город асфальт. Он не понимает, что с этим делать. Чем больше животное будет знать, тем легче будет в дальнейшем собаке. Вот это, с одной стороны, спорный вопрос относительно подбор, не подбор, помойка. Можно, нельзя. Но, тем не менее, если есть возможность давать собакам идти по следу. Рыться в помойке, да. Рыться в помойке, рыть ямы, преодолевать препятствия. Если вы дадите возможность своему подопечному все это реализовывать, при контроле вашем на выходе получится собака, которая совершенно легко и просто сможет адаптироваться к городской жизни. лифт, лестнице, какие-то шумовые эффекты. Это будет легче переживаться. На порядок легче. Это примеры всяких развивающих штук, которые можно сделать фактически своими руками. Здесь нет ничего сложного. Здесь фактически не требуется ничего. Чтобы вы понимали, вот на крайней фотографии, вот эта вот труба, это бывшая канистра длинная. Ее просто покрасили. Собака в это играет. И это все реализовано в рамках приюта. Ну и в конце хотелось бы сказать следующее. Чем больше ваша собака, ваш подопечный будет знать и уметь, тем легче действительно вам будет находить семью для собаки. Тот самый Мадрид, о котором я говорила в самом начале, попал к нам, как вы понимаете, в состоянии, когда он не знал ничего, не умел ничего, был маленьким, больным и, в общем-то, не особо приметным товарищам. Когда мы нашли ему семью, он умел давать лапу, он знал, что такое лифт, он умел ходить на поводке, он понимал, что значит шлейка и чувствовал себя достаточно комфортно рядом с человеком. Все то, о чем я говорила выше, поможет вам в вашей практике, если вы будете применять животное, приводить в порядок, животное подводить к этапу пристройства. И после того, как оно переедет в семью, часть проблем семьи вы возьмете уже заранее на себя. Повторюсь, нужна будет помощь, пожалуйста, пишите. Мы никогда не откажем, мы всегда готовы помочь, и часть консультаций, которые вам нужны, мы возьмем на себя, для того, чтобы вам потом было легче и проще. Не стесняйтесь. Все? Еще? Огромное спасибо! Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok